Военное обозрение сожжения зажива Вчера, 7.21 сожжение зажива Растет число преступлений, совершаемых террористами так называемого исламского государства на Ближнем Востоке Растет и степень жестокости, с которой совершаются эти преступления Не успела Япония оплакать своего гражданина Харуну Юкаву, казненного исламистами в Сирии Как тут же пришла еще одна печальная новость Жертвой террористов стал его напарник, с которым он поехал на Ближний Восток, журналист Кензи Гота Его обезглавили, как и других заложников, расправа над которыми потрясла весь мир Еще совсем недавно, в ночь на 29 января, Гота, находящийся в лапах террористов черной маски, зачитывал на видеокамеру ультиматум ИК Исламисты требовали освобождения террористки Саджиды Арри Шавиза иорданской тюрьмы, а также еще 26 преступников В противном случае угрожали казнить не только японца, но и иорданского летчика Муазу Аль Касайсбеха В декабре прошлого года боевиками исламского государства был сбит самолет созданной США антитеррористической коалиции Пилот угодил в плен Первым испил чашу смерти гражданин Японии Вслед за ним, иорданец, гибель которого была более чем страшной Его заперли в железную клетку, облили горючим и подожгли Как всегда, свое очередное варварское злодеяние бандиты сняли на видео Для устрашения неверных В Иордании после этого трагического известия люди вышли на массовые демонстрации В некоторых городах вспыхнули беспорядки В Амане митингующие дошли до дворца короля и потребовали решительных действий Король Абдала Ти Экстренно вернувшийся из США, пообещал отомстить за сожжение своего подданного Аллах примет душу героя, погибшего от рук трусливых террористов Которые называют себя исламским государством Но не имеют никакого отношения к исламу, сказал монарх В качестве возмездия иорданские власти приняли решение казнить Саджидуар Решави и еще пятерых террористов Аль-Каиды Женщина-преступница, которую требовали боевики исламского государства в обмен на японцев и иорданца Ранее уже была приговорена к смертной казни Теперь приговор ей приведен в исполнение Глупо было бы испытывать жалость к террористке, которая пыталась стать смертницей и взорваться в отеле, погубив не только себя, но и других людей К счастью, бомба тогда не сработала Саджида Аль-Решави, в конечном итоге, оказалась там, где хотела, на том свете Однако нельзя не заметить, что ее решили сделать козлом отпущения Ведь, в конце концов, к данному преступлению, сожжению пилота, она не причастна, у нее слишком железное алиби Зато к нему косвенно причастен сам король Абдала Да, именно он вместе с другими правящими лицами активно поддерживал так называемую сирийскую оппозицию Тех самых трусливых террористов, не имеющих никакого отношения к исламу, по его же выражению Иордания была в числе непримиримых противников законной власти Сирии Именно через иорданскую территорию на юг Сар проникали тысячи бандитов Именно Иордании боевики обязаны своими успехами и в провинции Дарау Если посмотреть, как голосовал официальный Амбан в Лиге Арабских Государств В Генассамблее ООН и на других региональных и международных собраниях То становится очевидным Иордания всегда одобряла действия противников Сирии И всячески способствовала разжиганию бойни в соседнем государстве Конечно, кто-то может сказать, что Иордания поддерживала не исламское государство А сирийскую свободную армию и другие группировки Но ИК выросла именно из сирийской свободной армии Вскормилась американскими и саудовскими деньгами Стреляла из оружия, поставляемого США, в том числе, и через Иорданию Затем Аман, следуя в форватере американской политики Присоединился к антитеррористической коалиции И начал проводить бомбардировки исламистов в Сирии То есть, вместе с США уничтожать совместно созданное и вскормленное детище Сирия готова великодушно простить Иорданию Президент Башар Аль-Ассад прекрасно понимает Какому давлению со стороны США подвергался король Абдала Сам прошел через это Митцар призвал Аман сотрудничать в борьбе с террористами исламского государства Джибхат Ан-Нусра и других бандформирований Дамаск резко осудил расправу над Муазом Аль-Касасбехом Несмотря даже на то, что казненный летчик участвовал в военной операции Несогласованной с сирийским правительством Сожжение живьем иорданского пилота Не первое столь садистское преступление сирийской оппозиции Точно так же расправлялась и свободная сирийская армия со своими противниками Я лично видела в Хомси дом, в котором среди пепла были обгоревшие черепа и кости Примерно 20 человек, обвиняемых в поддержке властей Боевики и оппозиционеры загнали в квартиру Привязали к стульям, облили все вокруг горючей жидкостью и подожгли Такого рода массовые расправы над людьми велись зачастую не только над теми Кого террористы обвиняли в сотрудничестве с правительством Но и чисто по конфессиональному признаку И сейчас продолжаются убийства именно на этой почве 1 февраля в Дамаске был совершен жестокий теракт против ливанских паломников Они приехали в сирийскую столицу Чтобы посетить шиитскую мечеть Сеидаракия Расположенную в старом городе Террористу-смертнику удалось проникнуть в их автобус и устроить мощный взрыв 7 человек погибли, 22 получили ранения В тот же день боевики устроили чудовищный минометный обстрел Нескольких кварталов города Алипо Особенно досталось району сейфа Адауля 9 человек убито, десятки пострадавших В провинции Хама террористы обстреляли небольшой город Мхарда Где проживают преимущественно христиане Двое жителей погибли, есть также раненые Тем временем, в американской газете Neu York Times Появилась более чем странная статья В ней говорится, будто бы Россия ведет некие секретные переговоры с Королевством Саудовской Аравии Якобы обсуждается сделка КСА сокращает объемы нефтедобычи в обмен на отказ РФ поддерживать сирийское руководство Глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Алексей Пушков А вслед за ним пресс-секретарь президента Дмитрий Песков категорически опровергли эту информацию Назвав ее уткой газетными измышлениями Возможно, подобная лживая публикация в популярной американской газете Являлась своего рода предложением со стороны США и КСА Чтобы повысились цены на нефть Россия должна отказаться от поддержки ключевого союзника на Ближнем Востоке С помощью интриг и завуалированного шантажа Эти страны не оставляют попыток вбить клин между Москвой и Дамаском Однако подобные усилия не принесут плодов В России понимают, что отказ от поддержки Сирии приведет к гораздо более печальным последствиям Чем даже падение цен на нефть Ливию мы уже потеряли и до сих пор расхлебываем последствия Но в какую опасную игру влезла Саудовская Аравия? Продолжая поддерживать сирийских террористов Эр-Яд также может пострадать от них, как и Иордания сегодня Тем более, что глава исламского государства Абуба Краль-Багдади В конце прошлого года называл Кса в числе стран, где следует проводить теракты Не придется ли следующими плакать саудовцам? Специально для военного обозрения На фотографии, портрет иорданского летчика Заживо сожженного террористами сирийской оппозиции